Добрый день! Мы рады всех приветствовать. У нас в студии Михаил Стальнюхин. Добрый день! Я надеюсь, что на следующей передаче я уже буду сидеть в нормальных очках, не в этих темных. Пока мы записываем при моем больном глазе, который выглядит жутко, поэтому... Ну что ж, тоже неплохо. Сижу здесь... Антон Макут такой. Это... Не слышали? Нет. Это у Нагаити, у папаши Дювалье была заведена такая гвардия, состояла из преданных ему лично людей, на которых он держался несколько десятков. Потом Бэби Дювалье, его сын точно так же. Вот эти вот ребята назывались Антон Макуты. О них написано множество замечательных всяких историй. Их отличительным признаком были как раз вот такие вот солнечные очки. То есть глаз никто не должен был видеть. Они запугивали окружающих тем, что по непроверенным сведениям часть из них была просто зомби. Жутко не люблю ходить в темных очках, но возраст есть возраст. Уже приходится беречь глаза. Сейчас так. У нас безработица растет. Летний период безработица всегда на самом низком уровне должно быть, потому что работа всегда есть летом. Временная, но какая-то есть. Раньше была. Да, но сейчас у нас растет безработица. Информация приходит, что скорость падения безработицы стал ниже. То есть она идет, растет, но зато скорость падения уменьшилась. То же самое и с промышленностью. Ну да, но здесь рассчитано на то, как будет воспринимать новость. Человек, как правило, такие новости не читает. Он проскальзывает, проходит по заголовкам. Вот он, например, читает что-нибудь такое. Извините, отвлекусь на текст, чтобы не ошибиться. В июне спад промышленного производства в Эстонии оказался ниже среднего показателя по ЕС. Итак, промышленный спад оказался ниже среднего. Спад, это, я так понимаю, если речь идет о промышленности, это плохо. А он оказался ниже среднего по ЕС. Это хорошо. И вроде как хорошая новость. И тут появляется такая ситуация. Вот для кого-то это открытие. Ну вот Виктор точно знает, что я в своей жизни написал десяток детских книг. У меня есть сквозные персонажи, котенок и щенок, которые всяко хулиганят. Но иногда ставят очень важные для детей соответствующие уровни развития. От шести до двенадцати вопросы. Например, в одном из рассказов про вот этих вот героев возникает такая ситуация. Там у них есть третий товарищ. Ну там есть и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. Ну, в общем, к щенку прибегает мышонок и говорит, что наш друган-то того поехал. Полдня уже сидит около дровника и чего-то с палочками там изображает. Значит, они идут подглядывать щенок, видеть, как тот палочки перекладывает. Все это с очень задумчивым видом. Потом раздраженно, котенок раздраженно бьет лапой по палочкам, они разлетаются. И тут уже щенок не выдерживает. Выходит, ты что тут делаешь-то? Как в знаменитом фильме. Вы что тут делаете? Вот. Разгадываю великую тайну. А что за тайна-то? А вот смотри, вот видишь три палочки? Да. Вот если я одну отсюда заберу, это я на сколько уменьшил? Щенок уже чувствует подвох, ну, так, на треть. Видишь? Те же самые палочки. Но теперь, чтобы, если я ту же самую палочку придвину назад, вот сюда, то на сколько я увеличил? На половину. Ну? А в чем загадка-то? Что ты делаешь? Он говорит, а тебе ничего не кажется странным, что в одном случае эта палочка равна третьей, а в другом случае половине? Одна и та же. Щенок говорит, ну, надо с другой палкой попробовать. Да я перепробовал уже все, что во дворе нашел. То есть, вот это вот, скажем, начальный уровень математического мышления, он отсутствует у абсолютного большинства людей. И абсолютное большинство людей можно обмануть простым утверждением, что у нас инфляция замедлилась, и у нас... Да, и все такое прочее. Ну вот, я не знаю, будет такое понятно или нет. Вот та новость, которую вы зачитали, да, там речь идет о спаде производства. Значит, на спаде гораздо труднее это объяснить, но тот же самый процесс происходит, когда что-то дорожает. Ну, давайте представим. Вот есть две страны. Ну, например, Лилипутия и Бакардиа. Все в них устроено по-разному, но есть одно, с чего мы можем начать, как сосновые. У них буханка хлеба стоит один евро. И в одной стране, и в другой. И вот начинаются тяжелые времена, экономически тяжелые времена, и растет инфляция, вот эта буханка и там, и там начинает дорожать. Только в Бакардии на 5% каждые 3 месяца, а в Лилипутии на 10% каждые 3 месяца. Значит, первый заход в Бакардии евро и 5 центов, потом еще через 3 месяца евро и, ну, все равно там 10, ну, 11. Евро и 11 центов. И через 9 месяцев евро и 17 центов. А в соседней, в Лилипутии, значит, первые 3 месяца с евро увеличилось до евро и 10 центов. Следующие 3 месяца евро и 22 цента. И в следующие 3 месяца евро и 33. И вдруг вам сообщают, что к концу года-то у нас жизнь наладилась. Это вот у тех там в Бакардии инфляция выросла до 10%. Смотрите, у них буханка хлеба в результате стала стоить 1 евро 27. А мы-то молодцы. У них 10%, а у нас упала инфляция до 5%. И после этого вы будете сидеть и думать, а как так получается? Мы молодцы, у нас инфляция меньше. Только почему-то у нас получается, что буханка евро 40, а у этих евро 33. И вот на непонимании того, что нельзя ничего вырывать из контекста, что нельзя говорить что-то и что-то обобщать на каком-то узком участке, надо видеть перспективу, но надо видеть и прошлое. И в этом прошлом надо уходить достаточно далеко, чтобы у вас хоть что-то получалось доказательно. И вот это вот и есть вот эта вот новость. То есть перед этим вы опережали по спаду производство, и оно у вас упало до такой степени, что раствор стал практически насыщенным и больше не хочет воспринимать, чего вы там хотите растворить в нем. Вот. Естественным образом, ваш спад стал меньше, чем в среднем. Но а в жизни-то что изменилось? Возвращаясь назад, к примеру, с буханкой, у вас буханка-то в результате евро 40, то есть на 10% дороже, чем у соседей. То есть, ну, как мы можем более быть успешными, чем соседи, если у нас вот в рамках процесса, если жизнь нам показывает, дела обстоят вот таким вот образом. Вот. Разводят постоянно. Разводка идет одна за другой. — Я думаю, это, знаете, можно нашим руководителям поднять зарплату, и средняя зарплата тогда увеличится. — Ну, незначительно. — Ну, и так. — Незначительно. — В любом случае рост. — Ну, в любом случае будет рост, да. У нас немного другая. Это интересная тема, но отдельная. Про зарплату руководителей можно поговорить. Там кое-что интересное было у нас на протяжении лет истории. Вот это вот. Ну, капец. В общем-то, приплыли. Но установка надо давать хоть какую-то... — Ну, положительно должно быть. Казалось, чтобы это положительно было. — Ну, хотя бы, чтобы казалось, что это положительно. Ну, что вы в самом деле... Что вам, жалко, что ли? — Ну, да. — Тем более, что вы и не врете, в общем-то. То есть, вы говорите то, что есть на самом деле. Вот действительно в июне вот это вот произошло. А как там было на протяжении 24 месяцев до этого? Да ладно, забейте, господи. — В общем, все идет к тому, что жизнь будет улучшаться. — Она будет... — Исходя из этих расчетов. И информации, которую нам подают. — Ну, да. Я бы вот на вашем месте поставил бы точку по слову «будет». Я вот под этим хотел бы подписаться. Жизнь будет. Потому что сейчас такие профессионалы руководят всем, что уже, честно говоря, опасаешься за то, насколько верно вот это ваше утверждение. Жизнь будет. Ладно, ухудшаться. Главное, чтобы она была. — Спасибо, Михаил. — Для большинства, во всяком случае. Вам спасибо. Значит, на этой неделе мы, скорее всего, на этом и закончим. то есть, чтобы вы понимали, это то, что вы сейчас видите, это то, что было записано неделю назад. Вот. Что за это время случится? Что произойдет? Вот. А чего бы вы хотели, чтобы произошло за этим? Вот за следующую. Считаю, а дня, когда мы здесь сидим? — Хороший вопрос. В том смысле, у нас есть рабочие планы. Их надо реализовывать. Так или иначе. — А помечтать. — О, мечты, да. Мечты, мечты, где ваша слабость. — Сладости. — Сладости. — Значит, я бы... — Слабость. — Вот. — Слушайте. — Посидишь, подумаешь. — Вот этот... Жить по мечте большинство трусят. Цитата из фильма «Территория». Поэтому эти люди должны быть лучше. — Есть такое. Значит, недавно закончилась Олимпиада. — Да. — Там был такой казусный случай. Не помню, кто это была там. румынская спортсменка, у которой медаль взяли и отобрали. — А потом вернули. Я вот читал. — Слушайте, отобрали, вернули. Может, там копию какую-то. Я уже вообще не представляю. А вдруг как-нибудь все-таки Эстонии удастся медаль какую-нибудь. Надо внимательно посмотреть. Может, это... просто я помню, как во время одной зимней Олимпиады в зале проходит серьезное заседание, судя по всему, посвященное дополнениям в бюджет, потому что это было очень позднее заседание. И тут какой-то эстонский лыжник становится чемпионом. Я не помню, зимняя Олимпиада или чемпионат мира какой-то. Что в зале началось? Это гордость. Такая эйфория. То есть медали имеют значение. Вот Эстония стала одной из тех стран, которые ни одной медали не получили. Должен сказать, что с Эстонией такой казус, это второй раз в истории, первый раз был в 32-м году Олимпиада в Лос-Анджелесе. После этого всяко-разно от одной до четырех, по-моему, даже а последнее в 36-м там, по-моему, даже семь медалей было. Ну, я имею в виду летние Олимпиады. Вот. А в этот раз как-то нулем. Значит, утешает то, что в целом медали из 208 команд получили только 84. А по набранным баллам там всякие места, которые следом идут. Эстония прямо на 85-м месте. Вот. То есть спорт, судя по всему, тоже не стоит в стороне от тех тенденций, которые... Спорт как отражение сегодняшней действительности, вы это хотите сказать. Да, и если в стране не хватает квалифицированных ветеринаров, то откуда взяться, в принципе, потому что это две стороны одной медали. О, да. Да. Спорт и медицина. А на эту неделю все. Желаем удачи, друзья. Хорошего настроения. До свидания. До свидания.